Ребята, всем привет! А мы продолжаем играть в игру, которая называется The Windows Are Gone. То есть, да, вот звуки появились. То есть, окна пропали. Давайте послушаем кассетку тогда. Вот эту, да? Первая. Раз уж нам дали потрогать кассетки. Ага, сама вставилась. Давай. Кассета начала играть. Я увидел мужчину средних лет, который пытается разобраться с камерой. Я быстро понял, что мужчина находится в этом же самом доме, в котором я сейчас. Он улыбается, немножко отодвигается от камеры и присоединяется к своей семье, которая играет на заднем дворе. Интересно, являются ли они предыдущими владельцами этого дома. Его жена и дети проводят время вместе. Радуются, веселятся, бегают. В какой-то момент жена подходит к мужу Сади и обнимает его. Они оба улыбаются и мимолетом смотрят в камеру. Ну, на самом деле, выглядит здорово. Но такое ощущение... Так, извините, у меня секунда вертелся. Такое ощущение, что что-то не так. Как будто бы за всем этим есть некое напряжение. Какое-то неловкое чувство, которое сложно объяснить. Может быть, дело во мне, но мне кажется, что отношения у них не такие идеальные, какими они пытаются казаться. Кажется, что счастье, которое здесь изображено, это обман, который заставляет меня ковыряться в этом и искать настоящую подоплеку. Это прямо написано на лице мужчины. Кажется, что он пытается спрятать что-то за своей улыбкой. Котета обрывается, когда один из детей спотыкается и падает на землю. В то время как мама поднимает плачущего мальчика, улыбка отца наконец-таки пропадает, когда он подходит к камере, чтобы ее выключить. Когда он оказывается прямо перед экраном, перед объективом, я чувствую, как будто бы наблюдаю за его личной жизнью. Как будто он поймал меня за этим. И кассета заканчивается. Странное чувство смотреть записи чьей-то жизни. Интересно, что случилось с ними? Где они сейчас? Не приехали ли они долго, но много лет назад? Вместе ли они сейчас? Такое ощущение, как будто я подсматриваю в мир, который мне не принадлежит. Мир, который кажется знакомым и незнакомым одновременно. Нифига. А где дверь? А дверь? Кто это? Мама пишет, все хорошо? Да, все хорошо. Нашел странную кассету. Кажется, она от старых владельцев этого дома. У меня дверь запилили. Ты посмотрел ее? Что на ней? Ну, я думал, что ты будешь читать мне лекцию насчет того, что так делать нельзя. Ну да, посмотрел. Там странные вещи. Тоже нет двери. И окна, да, все пропали? Окно же было тоже, по-моему. А, пишет мама. И смайлик такой, типа. Тут как-то теперь прям некомфортненько, да? А я могу вторую кассету посмотреть? Кассету. Не надо разбирать дальше коробки? Потому что такое ощущение, что... Здесь, кстати, что было? Это просто пустая комната? По-моему, у меня не было пустой комнаты. Так, ну это мы уже читали. Ага. Вот небольшое окошко осталось. Что это такое? Ты что? Ты кто? Отстань. Что-то закрыло дверь. Э? Приходы. Это кто? Это жена моя, да, наверное? Пусть повернется она, монстер. Я теперь не могу от нее отойти. Отпихнула, по-моему. Это была твоя вина, пишет мама. Чего? Все перевернулось. Ты, мое разочарование. Почему ты это говоришь? Тут вообще нельзя подняться. А где мне спать теперь? Мама? А, точно, здесь же ванная была. Или не здесь? Я уже запуталась. Куда делись вкусни, которые я не доела? Как будто бы надо что-то делать, да? А, может, верит? Ага, коридор бесконечный. Все понято. Ну, звуки страшненькие. Я не могу развидеть то, что я вижу. Это очень странная субстанция, которая формируется из-за практически в потолке. От нее невыносимо воняет. Из-за чего меня тошнит. Она выглядит живой. Как понятно, это... То же самое, да? Ого! Нормально. Потолочная страшилка. Ты че? Любимая? Любимая? Кассета лежит. Кассета 4 рождения. Так я еще не посмотрела вторую и третью. Как? Кассета начинает играть, и я полностью погружен в странное отображение извращенной психики мужчины. Сцена содержит в себе какие-то фрагментарные изображения, отдельные звуки и воспоминания. Как будто их все играют одновременно. Это просто какой-то хаос. Я не могу понять, что я вижу. Мне очень страшно, и в то же время это все очень красиво. Лицо мужчины, а также его тело полностью растянуты, имеют неправильные пропорции, их трудно узнать. Если бы я знал его до этого, я бы не смог его снова узнать. В этот момент я чувствую всплеск сочувствия к нему, как будто бы его боль пронизает мое собственное тело. И эта кассета – это сборник его страданий, отражающий мои собственные сражения, битвы, ну, имеется в виду внутри себя, да, вместе с его собственными. Фрагменты его голоса, которые достигают моих ушей, звучат, как осколки разбитого стекла и говорят о предстоящей катастрофе, которая разбила его мир так же, как и мой. В середине этого хаоса есть момент некоего спокойствия. Глаза человека встречаются с моими, и я чувствую, как по спине у меня бегут мурашки. Он знает, что я здесь. А затем, в сочетании безумия и отчаяния, кассета неожиданно заканчивается. Я судорожно пытаюсь вздохнуть, и мое сердце бьется сильно в груди. Наступает темнота, и вместе с тем куча неотвеченных вопросов и какой-то шепот. Это все меня тревожит и радует одновременно. И я остался здесь с фрагментами его существования, пытаясь собрать их воедино. Да у мужчины больше нет. Эта кассета, это портал в темноту его сознания, которое заставляет нас встретиться с демонами, которые находятся внутри. Ты там так и будешь висеть, мать? Ладно. Ладно, виси. Так, и что теперь? Мне опять иди сюда. О, лабиринт! Эти рисунки, картины рисовала Джессика. Джессика, но я никогда их раньше не видела. Где на тут будут скримеры какие-нибудь? Все, Джессика нарисовала. Мне кажется, отсюда звук, нет? Вот в темноте, из темноты. А, здесь тупик. Звуки очень страшные. Прям тревожно. Так, это было уже. Ребенка слышно. Ребенок плачет. Не очень понятно, что дальше делать. Не очень понятно, что дальше делать. О. Дорогая. Дорогая. Кажется, она увлечена чем-то, что происходит перед ней. Дорогая? Ты видел те последние картины, которые я сделала? Мне пришлось потратить на них кучу времени, но мне кажется, что они вышли идеальными. Да, видел. Я думала о тебе и нашей малышке Лори, ты знаешь? Поэтому они выглядят так чудесно. Джессика. Ты помнишь тот вопрос, который я тебе задала? Как выглядит бог? Да, как выглядит бог. Интересно, что ты никогда не был религиозным человеком, но всегда пытался помочь мне понять, почему мы никогда не можем его увидеть. И я это ценила, знаешь ли. Ох. Я... Это все моя вина. Но я... Я его вижу теперь. Я вижу его, и он прекрасен. Ты тоже его видишь? Прости, но нет. Жаль. Хотела бы я, чтобы ты тоже его увидел. Он такой могучий и чудесный и разрушительный. Я чувствую, как будто хочу сорвать с себя лицо, но каким-то красивым, восхитительным образом. Я пытаюсь себя простить. Не беспокойся обо мне. Нам теперь нужно заботиться о малышке, глупыш. Ты слышишь, это она плачет, бедняжка. Надо пойти проверить ее. Наверное, она голодна. Слышишь, она плачет. Хорошо. Это жусть. Наверное, одна вверх, да, подняться? А тут нельзя подняться, тут дырка. Я тоже слышу, как она плачет. Куда мне идти, Джессика? Посмотри-ка на себя. Видишь, я сказала папе, ты голодная, не правда ли? Не волнуйся, Лора, мама тебя покормит. О, привет, дорогой. Тебя давно не было. Мы тебя в последнее время и не видим, если так подумать. Где ты был? Ты по нам не скучал? Здесь так одиноко и пусто. А Лора все плачет и плачет, зовет папу. Дорогая, мне кажется, что мне пора тебя отпустить. Нет, нет, знаешь что? У меня есть идея получше. Может быть, ты присоединишься к нам? Лора так по тебе скучает, и она так голодна все время. Я очень хочу, чтобы она не голодала. Я не хочу, чтобы она страдала. Я не могу к вам присоединиться, прости. Понятно. Она так голодна, посмотри на нее. Тогда я ее покормлю. Жаль, что ты не можешь быть с нами. Она скучает по папе. Она туда залезла? Присоединиться к семье. Не, не, не надо. Отпусти. Да, да, да. Надо отпускать. Две концовки, походу. Дверь появилась. Покинуть дом. С тех пор, как случился тот несчастный случай... Блин, я не разложила все коробочки. Вина преследовала меня. Чувство вина. Там же еще на кухне была коробочка. И в кабинете. Поэтому я построил лабиринт. И нашел путь наружу. Ну, не безинтересно. Здорово, что игра бесплатная, да? Разработчик не требует за это денег. Но... Мы получили хорошую концовку. Найденных секретов два. Но это кассетки, видимо. А можно вторую посмотреть? А, нельзя поставить игру на паузу. Понятно. Спасибо за то, что играли. Я как будто бы ожидала большего от такой завязки. Мне кажется, завязка была перспективнее, чем развязка. Как-то кажется, что можно было побольше впихнуть в эту игру смысла. Я так понимаю, что она начнется заново, да? Если старт нажать. Да, начнется заново. Ну, как бы... Не посмотрим на плохую концовку. Я думаю, то, что мы получили хорошую в целом уже неплохо и хорошо. Опять-таки, повторюсь. Можно было, наверное, сделать поинтереснее выверт. Хотя... Наверное, тогда бы эта игра продавалась за деньги. Не знаю. Вроде прикольно. Нагнетение атмосферки хорошее. То есть, вот, игра звуками, там, вот этими сообщениями какими-то странными, да? Задает нужный тон всему этому, что происходит. Но по факту нет какого-то выхода. Всегда же, да, нагнетают, нагнетают. А потом какой-то пик и случается там либо какой-то скример, либо там что-то еще. Ну, в общем, что-то должно произойти. А у нас такое ощущение, что не случилось вот этого выхода катарсиса, да? Кульминации, к которой мы стремились все вместе. Я надеюсь, вы тоже. И из-за этого возникает чувство, как будто немножечко тебя обманули. Вот. А так, на самом деле, с точки зрения прихселявости, сделано хорошо. Дом интересный. Коробки разгружать даже было весело. Следить за историей тоже было весело. Но вот концовку, наверное, стоило бы доработать. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в других инди-хоррорах. Всем пока-пока.